МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 20 мая, Всемирный день травматолога, как работают представители этой врачебной специальности в нашем городе. На крыльях таланта воспитанница детской школы искусств победила на международном фестивале-конкурсе. В Клубе здоровья прошел парный турнир по настольному теннису. Далее расскажем обо всем подробно. Вернуть налог на квартиру легко. Вступил в силу закон, упрощающий процедуру возврата некоторых налоговых вычетов. Теперь не нужно собирать справки. Процесс возврата вычетов станет автоматизированным. Налоговый вычет – это возможность вернуть или не платить часть налогов. Получить его можно при двух условиях. Если вы платите НДФЛ и понесли определенные расходы, например, на лечение, обучение, покупку квартиры и ипотеку, на инвестиционный счет. Сумма налогового вычета для каждого его вида разная. При этом за год вам вернут не больше суммы НДФЛ уплаченного государства. Какие выплаты стало проще получать? Имущественное и закупленное жилье, в том числе и в ипотеку, плюс на расходы по ипотечным процентам. И инвестиционные по операциям, учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете. Закон касается вычетов, право на которые возникло с 1 января 2020 года. Государство может вернуть 13% от расходов на приобретение жилья, но не более 260 тысяч рублей. Также вам вернут 13% от уплаченных процентов по ипотеке, но не более 390 тысяч. Это имущественный вычет. Инвестиционный налоговый вычет можно получить за операции с инвестиционным счетом. Это 13% от суммы, положенной на счет, но не более чем с 400 тысяч рублей в год. Или вместо этого при закрытии счета можно не платить НДФЛ с дохода по ценным бумагам на счете. Тем, у кого есть право на налоговый вычет, придет уведомление в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС с предзаполненным заявлением для его утверждения. Заявление налоговое будет формировать до 20 марта по сведениям, представленным до 1 марта, но не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта. До появления уведомлений в личном кабинете ничего делать не нужно. Раньше для получения этих вычетов нужно было заполнять налоговую декларацию и получать документы, подтверждающие право на вычеты. Сведения, необходимые для получения вычетов, будут направлять в налоговые только те банки, которые имеют соответствующие лицензии. Камеральная налоговая проверка на основе заявления о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке будет проводиться в течение 30 дней. 20 мая отмечают Всемирный день травматолога. В этот день каждый, кто когда-то получал травму, перелом или вывих, готов сказать слова благодарности всем, кто стоит на страже нашего здоровья. Оперативные и уверенные действия врачей позволяют многим из нас в короткие сроки вернуться к обычному образу жизни после полученных увечий, а кому-то сохранить жизнь. Александр Ковалдов много лет отдал медицине. Со школьной скамьи он мечтал стать доктором и помогать людям. Коренной саровчанин. Закончил Ивановский медицинский институт и вернулся в родной город. В начале своего профессионального пути Александр Викторович работал травматологом в поликлиниках. Был врачом-дежурантом. С 2014 года занимает пост заведующего вторым хирургическим отделением. У нас появились большие возможности помочь человеку. Что касается и травматологии, то есть мы сейчас активно оперируем и получается так, что пациент побыстрее возвращается к своей обычной жизни. То есть даем возможность быстрее активизироваться. Во второе хирургическое отделение обращаются и дети, и взрослые. Александр Викторович и его коллеги делают в год до тысячи операций. С 2012 года в отделении произошла существенная модернизация оборудования. Травматологи могут делать малоинвазивные операции, успешно справляются с тяжелыми случаями, в том числе и с переломами шейки бедра. Для пожилых этот травм очень серьезный. Тем не менее, наши врачи ставили на ноги и 90-е и 100-летних пациентов. У нас есть электронный преобразователь рентгеновский, который нам помогает в операционной, контролирует все наши операции. Есть орторскопическая стойка, которая позволяет малоинвазивно лечить коленный сустав. Ну вот как бы самосиловое оборудование. То есть у нас сейчас большие возможности. Мы выполняем ортопедические операции. Это эндопротезирование тазобедренного сустава. Вопреки распространенному мнению, для травматологов нет горячей поры. Травмы люди получают и зимой, подскальзываясь на скользких тротуарах, и летом. Нередки несчастные случаи на производстве и повреждения в ДТП. Александр Викторович отмечает, что за последние несколько лет выросло количество детских травм. Причем зачастую они очень серьезные. Связывает это с появлением новомодных детских развлечений. Круглые сутки врачи, медсестры и младший медицинский персонал борются за здоровье и благополучие каждого пациента. Свой профессиональный праздник специалисты встречают на работе. Всех поздравляю от души, желаю здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Началась реконструкция стадиона школы номер 7. Подрядчик компании из Перми выполняет демонтажные работы, укладывает бордюры и готовит основания для будущих спортивных объектов. Срок сдачи стадиона 1 октября. Напомним, на объекте запланировано устроить поле для мини-футбола с искусственным покрытием, универсальную спортивную площадку, беговые дорожки, прыжковые ямы, тренажерную, детскую площадку, малые архитектурные формы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Выплата больничных по уходу за детьми в возрасте до 7 лет в размере 100% от среднего заработка начнется с 1 сентября. Новая мера поддержки коснется полутора миллионов россиян. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется. Фонд социального страхования произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка, пояснил глава Минтруда Антон Котяков, цитирует ТАСС. По его словам, изменения не приведут к росту расходов работодателей. Выплату будут направлять из бюджета Фонда социального страхования. Согласно действующим правилам, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа гражданина. При стаже до 5 лет, например, пособие составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Право на 100% заработка имеют те, чей страховой стаж превышает 8 лет. С инициативой об увеличении оплаты больничных по уходу за детьми выступил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В среду соответствующий законопроект одобрил Софет. Диспансеризация перенесших коронавирус граждан начнется в Нижегородской области 1 июня. Об этом заявил замгубернатор, министр здравоохранения региона Давид Милингусейнов на своей страничке в соцсети Instagram. Готовимся к старту специфичной диспансеризации. Люди, перенесшие коронавирус, нуждаются в дополнительном медицинском исследовании, уточнил чиновник. В регионе с начала пандемии заразились коронавирусом более 116 тысяч человек. Вакцинировались 317 тысяч человек. Детский технопарк «Кванториум Саров» приглашает саровчан на день открытых дверей. Он пройдет 29 мая, начало в 14.30. На мастер-классах школьники и их родители познакомятся с инженерно-техническими направлениями, увидят работу 3D-принтера и лазерного гравера. Узнают о том, как создают компьютерные игры, попробуют запустить квадрокоптер. Предварительная регистрация по телефону плюс 7 910 875 20 54 обязательно. Добраться до «Кванториума» можно на рейсовом автобусе номер 241. Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат. Постановление подписал Михаил Мишустин. Тем, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз, проставить отметку о регистрации в паспорт. Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно. Эта услуга также будет доступна на едином портале. Помимо этого, услуги по регистрации будут предоставлять на основе принципа экстерриториальности. То есть граждане смогут выбрать любой орган регистрационного учета в пределах городского округа или муниципального района. В случае с городами федерального значения, любое профильное подразделение на их территории. Новые правила сделают регистрационные услуги для граждан более удобными и менее затратными по времени. Детская библиотека присоединилась к Всемирному дню музеев. В честь этого события там открылась выставка «Литературный мир Пушкина». В этом уголке букинистических редкостей можно познакомиться с коллекцией книжной миниатюры, редкими изданиями книг, генеалогическим древом поэта и с уникальным Александром Сергеевичем и его сказочным другом – котом-ученым. В этой маленькой комнате за старшим абонементом библиотеки мини-пушкина хранятся настоящие сокровища. Это «Литературный мир» Александра Сергеевича. Сюда попадают редкие издания произведений великого поэта, сувениры, которые библиотекарь привозит из пушкинских мест, Гатчинского района, Санкт-Петербурга, Михайловского, Болдина, генеалогическое древо его семьи. Коллекцию мини-музея пополняют не только сотрудники. Большой вклад в создание экспозиции вносят читатели и друзья библиотеки. Например, рукодельница Светлана Кошкина по просьбе библиотекарей связала куклу-поэта. Мы, конечно, очень рады, что у нас есть такой Пушкин, несерьезный, конечно, смешной, но мы его очень часто… Он разбавляет, вносит нотку, какую-то изюминку в наше мероприятие, и мы часто его используем. Он нас гастролирует не только здесь живет, но и в библиотеке, и даже на телевидении мы иногда его берем. Настоящая жемчужина музея – выставка книжной миниатюры. Это тоже подарок друга библиографа Славы Матлиной. Также в экспозиции открытки с видами пушкинских мест России – пейзажи Дмитрия Белюкина. Есть целый стеллаж, посвященный Нижегородской земле. Первый раз Пушкин посетил Нижегородчину перед Женитьбой. Эти места болдинские послужили для Пушкина источником вдохновения, и мы знаем, что еще два раза Пушкин после этого возвращался в эти Нижегородские земли для того, чтобы искать там вдохновение и написать какие-то свои новые произведения. Выставка не имеет возрастных ограничений. Сюда приводят и детсадовцев, и школьников. Для каждого возраста своя программа. Старшеклассникам рассказывают, как Александр Сергеевич изменил русский язык. Малышей погружают в мир его волшебных сказок. Взрослые тоже с удовольствием посещают литературный мир Пушкина. Взрослые обычно очень интересуются родословным древом семьи Пушкиных. Почему Пушкины, где Пушкин, в каких моментах породнились, например, с царями. Очень интересная история детей Александра Сергеевича Пушкина. Их судьба очень интересует. Поэтому, конечно, у нас есть такие редкие книги, как «Тысячелетние древа Пушкина». Уже 14 лет детская библиотека носит имя великого поэта и отмечает все значимые даты, связанные с Пушкином. Например, каждый год 6 июня в библиотеке проходит празднование дня рождения Александра Сергеевича. Этот год не станет исключением. Библиотекарь уже готовит новую программу, придумывают игры, ребусы и викторины по стихам и сказкам великого поэта. Екатерина Опёнова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В Казани прошел международный конкурс «Фестиваль на крыльях таланта». Ученица детской школы искусств Марина Рыжова приняла в нем участие и вернулась домой с дипломом лауреата первой степени. Она выступала в номинации «Эстрадный вокал». Ее педагог Анжелика Ермакова получила диплом «Лучший преподаватель». Подробности далее. Конкурс на крыльях таланта собрал в Казани исполнителей со всей России. Саровчанка Марина Рыжова для участия в нем выбрала две песни – балладу о красках и молитву Марии Шерифович. Вокалом девочка занимается 9 лет. У меня в репертуаре очень большое количество патриотических песен, потому что, опять-таки, они очень сильные и подходят для конкурсов. И также мне самой нравится их исполнять. Также есть более эстрадные песни на французском, на английском, на русском. Вот сейчас я учу песню на чешском. На конкурсе Марина заняла первое место в номинации «Эстрадный вокал». Педагог-победительница Анжелика Ермакова считает, что все дети талантливы, если уметь находить к ним подход. При выборе репертуара она всегда учитывает мнение ребенка и его индивидуальность. В нашей работе самое главное, чтобы ребенок получал удовольствие от того, что он исполняет. И хотя в дальнейшем Марина хочет связать жизнь с точными науками, пение остается для нее любимым занятием. В клубе здоровья Центра внешкольной работы прошли традиционные парные соревнования по настольному теннису. За победу боролись несколько десятков воспитанников ЦВР. Ракетку в руки брали и самые младшие ребята, и те, кто посвятил игре в настольный теннис уже несколько лет. Подробности далее. Настольный теннис – это игра больших скоростей, железной выдержки и мгновенной реакции. Для Егора Селиндяева теннис больше, чем просто увлечение. На каждой тренировке он усердно отрабатывает сложные подачи и оттачивает технику, чтобы показать лучший результат на соревнованиях. В будущем Егор планирует заниматься настольным теннисом на профессиональном уровне и попасть в сборную. Когда я начал впервые набивать ракетки, ну на ракетке мячик, то мне сразу увлеклось. То есть мне было интересно, как играют вообще в настольном теннисе, как они там больше ведут, ну, как они ведут подачи, двигаются и больше всего набирают очки и рейтинги. В этот раз турнир по настольному теннису проходил в формате парной игры, которая привлекательна своей сложностью и эмоциональностью. Правильный выбор партнера – залог успеха партии. Каждый игрок старается уменьшить число сложных моментов для напарника и создать ему максимально удобные условия для атаки. Это традиционный турнир, мы его проводим ежегодно. И сегодня вот у нас соревнования. Ребята играют в паре, то есть это как командное соревнование. Каждая пара поочередно отбивает мяч и команда, которая набирает наиболее количество очков, становится победителем. Для юных спортсменов такой формат турнира – возможность проверить силы и научиться работать в команде. Играя со старшими товарищами, ребята осваивают тактическое мастерство, узнают новые приемы и приобретают соревновательный опыт. На тренировках мы изучаем много разных подач и приемов. Мы очень часто ездим на соревнования, и я занимаю первые места. Игры у меня сложности не вызывают, я пытаюсь добиться лучшего результата. В летний период ребята продолжат тренироваться на базе спортивного отряда «Летние дачи». Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Пёнова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!